всем привет вы на канале элина франц и сегодня отвечаю на все вопросы которые мне были заданы в 2016 году ну вот ответим на все вопросики первый вопрос как муж относится как созданию канала что было это было совместное решение муж относится очень хорошо к созданию канала это он в основном мне говорил что нужно что-то сделать чтобы себя реализовать и это он всегда меня уговаривал открыть свой канал говорил что поддерживал меня говорил так как я люблю готовить правильную пищу что я все-таки могу с людьми поделиться своим опытом я прошла очень долгий путь и перед тем как пришла к правильному питанию я люблю находить выискивать и создавать сама правильные рецепты поэтому да он очень за вы знаете я скажу честно я теперь очень довольна что я открыла свой канал и я могу себя немножечко реализовать какие ваши любимые пп сайты я не помню отвечала я на этот вопрос или нет ну пп сайтов как таковых любимых у меня нету единственный пп сайт на котором я заказываю свои витамины и пищевые добавки это белые где заказываю свой витамин b12 иногда заказываю когда есть какие-то скидки скидки различные крем кремики и все такое если вы хотите я оставлю скидку на этот сайт в инфобоксе нарушаете вы ли иногда пп то есть правильное питание нарушая нет могу сказать что уже и не нарушают так как это мой образ жизни я привыкла к этому мой организм тоже привык к этому кто-то может сказать что это очень плохо так как организм нужно давать и хорошую и плохую еду я в какой-то степени может быть со всеми соглашусь но я предпочитаю все таки правильное питание я к этому привыкла и для меня правильное питание это не обязанность это удовольствие а когда это удовольствие у тебя нету желания нарушать это правильное питание а планируете ли вы работать как я уже отвечала на этот вопрос мы переехали в прованс только этим летом и я всегда работала в больших городах я работала я уже делала видео и про париж и про франш комте но здесь мы живем немножечко казерна все-таки она изолирована от основной инфра инфраструктуры и найти работу конечно в провансе намного намного и тяжелее на юге чем на севере франции если подпадется хорошая работа то обязательно пойду на работу не скажу что может быть на простите камера падает на целый рабочий день но на несколько часов почему бы нет чтобы общаться с людьми чтобы зарабатывать свои деньги это даже очень даже неплохо так насколько близки дети и родители во французских семьях в провансе ой но этот вопрос как однозначно ответить нельзя нельзя каждая семья это своего рода ну то есть у каждой семьи свои обычаи свои привычки и каждая семья она функционирует совершенно совершенно по-разному то есть есть семьи которые очень очень дружные а есть конечно семьи как и в других странах где родственники совершенно не общаются друг с другом то есть родители переруганы с детьми дети переруганы с родителями сестры с братьями не общаются в принципе как везде конечно старшее поколение думаю она приучает своих детей быть дружными и но у всех все по-разному когда вы пойдете на пенсию будет ли вам выплачиваться пенсия нет пенсию во франции заработать очень очень трудно особенно нам иммигрантам так как нужно проработать во франции определенный срок большое количество лет и даже если ты переехал во францию то у тебя очень мало шансов заработать пенсию я так как мой муж военный если с ним что-то случается не дай бог то я буду получать какую-то часть от его пенсии как про остальных людей будут ли они получать пенсии наверное если будут выплачивать какие-то частные пенсионные фонды может быть получится получать пенсию а так в принципе никакой пенсии нам не видать во франции на каком языке говорите с сестрами и на каком языке думаете конечно с моими сестренками соли и со светланой я разговариваю только только по-русски но а вот на каком языке думаю конечно я еще очень часто думаю в основном наверно 80 процентов думаю на русском языке но есть уже и небольшой процент когда думаешь на французском но это нормально потому что твой мозг адаптируется к языку страны в которой ты живешь это даже говорят что это очень очень хорошо для разговорной речи для общения вот так много ли компании сотовой связи во франции и какими вы считает какую компанию вы считаете самой дешевой и в целом ли они одинаковые или нет да во франции очень очень много различных сотовых компаний то есть телефон компании сотовой связи я даже могу сказать по себе что мы пытались перейти от одной компании к другой но вот у меня это самая компания которая устраивает меня и моему мужа это sfr цены на компании тоже очень очень разные например есть компании которые очень дешевые одна из самых дешевых компаний это free которая предоставляет тебе то есть стационарный телефон а уже сотовую связь она тебе карточку для сотового телефона дает бесплатно или всего за 2 евро но нужно учитывать качество сотовой связи например у меня была компания free но я могу сказать что в местности где мы живем то у меня сотовая связь совершенно не работала то есть у меня постоянно пропадала антенка я не слышала входящие звонки то есть у меня связь очень была плохая хотя я совершенно не платила так как у нас стационарный телефон так и остался на 3 но когда мы переехали в прованс мне пришлось вернуться к моей как предыдущей компании sfr потому что лучше всего связь в этой компании на потом конечно цена месячная стена будет зависеть от абонемента который вы выбираете если вы выбираете абонемента недорогой то есть у вас будет какое-то количество интернета как называется мегабайтов или килобайтов и и будут в зависимости от цены сколько-то номеров бесплатных смс и ммс могут быть платными бесплатными но будет вся цена полностью будет зависеть от того какой абонемент вы выберете а вот снова если у вас дома то есть связан вопрос с предыдущим стационарный телефон да у нас обязательно есть стационарный телефон нужен ли он во франции ну я даже не знаю мы его честно сказать не слишком часто используем но все-таки когда нужно дозвониться в администрацию или нужно например набрать специфический телефон мой муж вернулся домой ну и нужно набрать какой-нибудь специфический телефон 08 или еще что-то то мы все-таки предпочитаем использовать стационарный телефон если в отпуск у мужа и сколько какое количество времени он имеет право на отпуск но так как он жандарм как как вы знаете то у него нету лимитированных часов работы то есть у него не 34 не 54 часа в неделю у военных здесь могут вызывать их круглые сутки каждый день то есть нету лимита в работе и поэтому у них достаточно большой отпуск отпуск у него составляет 9 недель в году в принципе отпуск можно брать когда ты захочешь но конечно когда ты захочешь это в кавычках то есть тебе никогда не дадут если ты попросишь две недели во время детских каникул тебе предоставят только одну неделю во время детских каникул так как скажут что другие жандармы тоже имеют своих детей и им тоже нужно отпуск одна из недель в каникул или например летом происходит распределение если у тебя был например июль 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 в предыдущем году то в следующем году скорее всего тебе не дадут июля дадут или июнь или август но все будет зависеть сколько жандармов подадут заявку на этот же месяц так что вроде как ты можешь выбирать но в то же время ты и не можешь выбирать оплачивается ли отпуск до отпуск тоже оплачивается точно так же как и рабочие дни куда вы ездите во время отпуска у нас так получается что все время во время отпуска мы куда-то переезжаем поэтому слишком часто мы еще пока не путешествовали но так как у меня у старшей сестры у ее мужа квартира на море маленькая квартира то чаще всего мы уезжали на море сначала у них был домик около испании то мы уезжали всей семьей туда а теперь также очень часто мы уезжаем к ним на море и когда мы были в париже или во франш-конте то наш отпуск тоже проходил чаще всего у бабушки или дедушки в провансе так как лучше прованса куда можно уехать но вот сейчас нам придется задуматься об отпуске потому что все таки прованс это стал нашим домом и теперь все таки частенько хочется в отпуск и может быть теперь в отпуск поедем в париж или еще куда нибудь путешествовать ну посмотрим в принципе в жандармире есть свои базы отдыха они тоже конечно платные но намного дешевле чем другие базы отдыха они находятся по всей франции даже есть я так если правильно помню то есть уже базы отдыха которые открылись в испании в италии в барселоне так что нужно позаботиться зарезервировать там или отели или домики заранее и почему бы и нет вот в какое время года предпочитают отдыхать французы но французы свой отпуск обязательно они оставляют одну или две недели на летний отдых скорее всего это две недели вообще вот у жандармов 9 недель в году а у всех остальных людей которые работают в частном на частных предприятиях или даже на государственных других предприятиях то у них по большинство степени всего пять недель и вот французы две недели берут берут всегда летом и остальные под одну неделю обязательно на рождество и остальные недели они распределяют на детские каникулы в принципе французы всегда всегда подстраивается под каникулы своих детей и и и и и